Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня вторник. В этот день мы рассказываем о событиях, произошедших в Европе в Средние века. Я Ольга Саприкина. Тема сегодняшнего выпуска – Кирилл и Мефодий. 60-е годы 9-го столетия отмечены необычайным культурным подъемом Бизантийской империи, а также борьбой восточной ветви христианской церкви с западной. Огромную роль в этом сыграли славянские первоучителя Кирилл и Мефодий. Константин, а именно таким было светское имя Кирилла, и Мефодий родились в Солуне, современных Солуниках, в Македонии. В этом районе жили большие группы славянских народов, и славянские языки, вероятно, братьям были знакомы с детства. Их отец Лев занимал большую военную должность в империи. Старший из восьми братьев Мефодий пошел по стопам отца и начал совершать военную карьеру. Он даже некоторое время управлял славянской областью. А позднее он ушел от мира и удалился в монастырь на горе Алим в Малой Азии. Младший из восьми братьев Кирилл с детства отличался огромными умственными способностями. Слух о даровитом юноше достиг Константинополя, и он был взят ко двору императора Михаила III, где он обучался наукам. Кирилл не отличался сильным здоровьем, но был проникнут религиозным энтузиазмом. И очень скоро он стал библиотекарем патриарха. Первая миссия Кирилла на христианской Ниве состоялась в 851 году, когда по просьбе милитинского эмира, мусульманина, император Византии Михаил III отправил Кирилла к мусульманам, вернее к сарацинам, именно так называли арабов, для споров о вере. Кирилл побывал при дворе багдадского халифа, и споры о вере его были очень успешны. За это сарацина возненавидели Кирилла и дали ему выпить яду. Однако, помолившись, Кирилл остался невредимым и вернулся в Константинополь. Вскоре он вновь удалился в монастырь в Малую Азию, где встретил своего старшего брата Мефодия. В 858 году к императору Византии пришли послы хазарские. Государство Хазар, Каганат, располагалось на юго-востоке России. Правитель Хазар просил императора прислать ученых-мужей, которые могли бы с успехом спорить с аудеями и с сарацинами, которые убеждали хазар принять их веру. Константин и Мефодий отправились в путь. Правитель Хазар принял их очень радушно. И хотя сам не крестился в христианскую веру, однако всем, кто пожелал это сделать, открыл широкую дорогу. И даже пригрозил смертной казнью тем грекам из числа военнопленных, которые принимали иудейскую и мусульманскую веру. Крестив более двухсот хазар, Константин и Мефодий взяли с собой часть пленных греков, отпущенных на свободу, и вернулись в Константинополь. После этого Кирилл, укрывшись в тиши одной из константинопольских церквей, стал составлять славянскую азбуку. Как нам удалось выяснить, на эту мысль его навели вовсе не просьбы языческих славянских князей, а знание о существовании богослужения на народном языке у некоторых народов Востока. Славянская миссия солонских братьев была направлена не в соседнюю Болгарию, а в Великомаравскую державу. Это большое славянское государство в IX веке простиралось на территориях современных Чехии, Венгрии и Хорватии. В 863 году Кирилл и Мефодий пришли в столицу Великой Моравии, город Велеград. Неизвестно, что стало причиной славянской миссии Кирилла и Мефодия. Они обращали в христианство язычников, переводили церковные книги на славянский язык и учили людей славянской грамоте. Успехом их миссии не было довольно латинское духовенство, которое считалось, что славить Христа можно только на трех языках, на латинском, греческом и еврейском, потому что именно на них была сделана надпись на кресте Христа. Однако и над латинянами Кириллу удалось одержать победу. Позже братья отправились в Рим. Папа Адриан II принял их весьма радушно, разрешил им провести всеночную и литургию на славянском языке в главном храме Западной Церкви, в соборе Святого Петра, а также в других христианских церквях Рима. В Риме, однако, Константин заболел. За 50 дней до смерти он принял монашество и тихо почил 42 лет от роду 12 февраля 869 года. Умирая, он просил своего брата не оставлять трудов учительства. Кирилл был похоронен в Риме в базилике Святого Климента. Мефодий же вернулся в Великомаравскую державу и был ее архиепископом до своей смерти в 885 году. Субтитры создавал DimaTorzok